Секреты отбеливания кожи. Сделайте свою кожу светлее с помощью простых натуральных средств. С белой кожей недостатки не видны. Знаменитая азиатская поговорка, варианты которой можно встретить по всему миру. Но смысл везде одинаков. Самая красивая из когда-либо живущих девушек на планете, похоже, белоснежка. Вы наверняка видели людей, которые прячутся под зонтом в солнечные и не очень дни, или надевают широкополые шляпы, или обматываются платками. Возможно, тогда вы подумали, что они чересчур боятся заболеть раком кожи. Но на самом деле проблема заключается в другом. Эти люди готовы носить огромные неудобные зонты, чтобы ни в коем случае не загореть. Отбеливающие средства для кожи можно найти в магазинах косметики или аптеках, но большинство из них дорогие, а некоторые даже опасны для здоровья. Так почему бы не попробовать наши простые рецепты? У них есть несколько очень приятных преимуществ. Вы можете приготовить их дома. Все ингредиенты наверняка есть на вашей кухне, или их можно приобрести в супермаркете. Они полезны для здоровья и их очень легко сделать. Рецепт номер один. И первый продукт, который вам нужно будет иметь в холодильнике – это простой йогурт. Натуральный йогурт готовится из молока, очень полезного для нашей кожи. Но что более важно, в состав йогурта входит молочная кислота, и она обладает исключительными отбеливающими свойствами. Существует несколько вариантов того, как можно применять йогурт для отбеливания лица. Просто йогурт. Возьмите йогурт в достаточном количестве и нанесите его на лицо медленными круговыми движениями, как бы втирая в кожу. Оставьте на пару минут, а после этого смойте прохладной водой. Повторяйте процедуру один раз в день на протяжении двух-трех недель, и вы будете приятно удивлены, как день ото дня ваша кожа будет становиться светлее. Йогурт и мед. Другой рецепт отбеливания кожи, наверное, чересчур вкусный. Чтобы приготовить маску, возьмите одну чайную ложку меда и одну столовую ложку йогурта, а затем смешайте оба ингредиента. Нанесите полученную массу на лицо и шею и оставьте на 15 минут. Не слизывайте маску в процессе. Да, вкусно, но думайте о красоте. Если вы будете повторять процедуру регулярно, например, каждый день, то тон вашей кожи и цвет лица значительно улучшатся. Йогурт, овсяные хлопья и лимонный сок. Лимоны содержат кислоту, что делает их отличным средством для отбеливания кожи. Кроме того, такое отбеливание абсолютно натурально и не навредит вашему здоровью. Так что смешайте сок лимона с йогуртом и посмотрите, что будет. Чтобы приготовить маску, вам потребуется немного лимонного сока, йогурт и овсяные хлопья. Нанесите массу на лицо, оставьте на 15-20 минут. Маска увлажнит кожу и даст ей необходимое питание. Рецепт номер 2. Будем надеяться, что у вас нет аллергии на цитрусовые, потому что следующий продукт, который может сделать вашу кожу светлее, это апельсин. Витамин С, которым богат этот фрукт, один из самых важных компонентов для здоровья кожи. Но помимо этого апельсин также обладает отбеливающими свойствами. Даже просто выпивая стакан свежевыжатого апельсинового сока каждый день, вы заметите положительные изменения в своем организме. А чтобы осветлить кожу, воспользуйтесь следующими рекомендациями. Апельсиновый сок и куркума. Возьмите щепотку куркумы, она должна быть в порошке, иначе у вас могут возникнуть трудности. Смешайте ее со свежевыжатым апельсиновым соком. Двух столовых ложек будет достаточно. Смесь получилась слишком оранжевой? Не волнуйтесь, так и должно быть. Перед сном нанесите массу на лицо, как косметическую маску. Вы также можете ее использовать для ног и рук. Оставьте примерно на полчаса, а затем смойте. Использование такой маски каждый день творит чудеса. Апельсиновая цедра и натуральный йогурт. После того, как съедите апельсин, не выбрасывайте кожуру. Ей можно найти полезное применение. Высушите цедру и измельчите в порошок. Возьмите одну столовую ложку натурального йогурта и добавьте одну столовую ложку порошка. Смешайте, чтобы получилась однородная масса. Нанесите ее на лицо на 20 минут, а затем смойте. Если у вас есть пигментные пятна, они начнут светлеть. Такую маску нужно делать не чаще двух раз в неделю. Рецепт номер 3. Один из самых эффективных продуктов для отбеливания кожи уже упомянутый лимон. Высокое содержание в нем витамина С к тому же способствует росту новых клеток. А содержащиеся в лимоне антиоксиданты делают цвет лица более ровным. Свежевыжатый лимонный сок. Нанесите лимонный сок на лицо с помощью ватного тампона. Если у вас чувствительная кожа, то сок стоит разбавить водой. Оставьте такую маску на лице не более чем на час, а затем тщательно умойтесь. Повторяйте процедуру каждый день и цвет кожи станет значительно светлее. Лимонный сок и порошок куркумы. Возьмите 2 столовые ложки лимонного сока и смешайте его с одной чайной ложкой порошка куркумы. Опять же, пусть яркий цвет маски не пугает вас. Нанесите массу на лицо и оставьте примерно на 30 минут, а затем умойтесь. Эффект отмазки, будет сильнее, если использовать ее каждый день. Лимонный сок, мед и порошковое молоко. Есть еще одна эффективная маска для осветления кожи. Смешайте 1 чайную ложку лимонного сока, 1 чайную ложку меда и 1 чайную ложку порошкового молока. Нанесите маску на кожу и оставьте не дольше, чем на 20 минут. Затем умойтесь. Повторяйте процедуру каждый день или 1 раз в 2 дня. Важно! Если на вашей коже есть ранки или царапины, не стоит применять этот рецепт. В лимонах много кислоты, если она попадет на ранку, то может вызвать болевые ощущения. Также, если у вас аллергия на цитрусовые, маски из лимонов не для вас. Рецепт номер 4. Мы просим вас честно ответить на один вопрос. Вы хотите отбелить свою кожу? Да? Тогда запомните два этих слова. Нутовая мука. Это один из лучших способов достичь ваших целей. Нутовая мука давно известна своей способностью осветлять кожу. Также ее можно использовать как скраб. В состав муки входят различные компоненты для здоровья кожи. Она обладает увлажняющими свойствами и удаляет излишек кожного сала. Просто какое-то волшебное средство, верно? Для этого рецепта вам нужно будет добавить немного воды в нутовую муку, так, чтобы получилась густая масса. Нанесите ее на руки, ноги и лицо и дайте высохнуть. Когда вы станете похожи на хрустящее печенье, смойте маску водой. Мы поделились с вами самыми эффективными средствами для отбеливания кожи. Вы пробовали их до этого? Или может быть у вас есть свои секреты, как сделать кожу светлее? Расскажите нам в комментариях. Поделитесь этим видео с друзьями, возможно они тоже хотят иметь такую же белую кожу, как у белоснежки. Подписывайтесь на наш канал и присоединяйтесь к Адми.